всем привет как дела я думаю что хорошо если вы смотрите этот ролик если были плохо были бы дела плохо вы бы наверное занимались решением проблем а раз вы не решаете проблемы хотите увидеть какую пластинку на экране своего дисплея монитора значит все неплохо все ничего но и слава богу а я несмотря на то что продолжаю слушать современную музыку и интересуюсь ей очень часто погружаюсь в детство воспоминания оглядываюсь назад потому что огромное количество прекрасной музыки я услышал в ту пору когда был значительно моложе и незначительно моложе а у музыки нет возраста как я уже говорил много раз она всегда современно всегда любая музыка она современному ее слушаем сегодня значит она созвучно нашему внутреннему состоянию нашему внутреннему миру значит она современ короче говоря вот и все вот вспомнил пластинку которую я так же как и мои друзья товарищи слушал участь в средней школе советском союзе еще было дело и советские школьники очень любили этот альбом конечно пластинок тогда не было этих у нас это 74 год до 75 14 15 лет нет я еще не занимался спекуляции пластинками еще переписывал у друзей товарищей с одного панитофона на другой западную музыку которая разлагала советскую молодежь и разложила меня искать вместе с массой представителей советской молодежи ну и хорошо я этому очень рад в общем советской молодежи очень нравилась эта музыка очень нравилась эта пластинка группа джорджи это второй альбом don't be full by the name называется он 74 года как я уже сказал кричащая ревущая гитарная штука такая да все просто перлись от нее я эту пластинку не слушал не знаю сколько лет 15 наверное тем не менее она у нее на полке стоит ну я иногда покупаю такие вот артефакты то что я любил в раннем детстве и пытаюсь понять что же со мной тогда происходило на каком уровне сознания я находился но ничего послушал переслушал в общем и так ее помнил я и даже в виде компакт-диска имел когда-то и ставил в пору работы на радио тоже много лет назад рассказывал что-то про эту группу джорди ну что я могу сказать но хорошая группа до в своем стиле глэм как ни странно для многих это будет звучать да все привыкли что глэм это дэвид боу и тирекс да это в чистом виде глэм конечно как и sweet то вспомнили кстати про персонажа в комментариях под названием гарри глиттер и сравнивают его с марком боланом что полная чушь конечно на мой взгляд уж извините то есть это настолько неравновеликие фигуры эстрадный попрыгун гарри глиттер я помню одну единственную песню кому кому где он поет тоже в раннем детстве слышал случайно и даже тогда она меня не впечатлила и не говорю уж о том что сейчас это вообще невозможное что-то просто как биливерда и сравнивать с замечательным автором марком боланом исполнителем это как-то просто нелепо просто ну бог с ним вот такая тяжелая глэмовая группа из нью-касла джорди это как известно вы наверно читали уже да где где-нибудь что это такое сленговое обозначение провинциалов которые живут вокруг нью-касла областная группа областная короче говоря джорди да но играют очень хорошо и в первую очередь благодаря конечно вику малькому малькольму лидер гитаристу который делает основную музыку основ нас на всю основу все самое интересное что здесь есть это конечно игра малькольма на гитаре точнее на гитарах 2 3 4 иногда партии он наигрывает этих песнях и звучит это довольно интересно мне можно начать значит с конца с произведения лукать me которая является практически каким-то прогрессивным роком очень интересно эту штуку слушать она так необычно начинается какого-то танцевального такого шотландско-ирландско староанглийского наигрыша а потом вдруг развивается в удивительно какое-то непредсказуемое полотно очень даже здорово перебью сам себя тоже прочитал где-то недавно о том что эта группа была достойно большего но я с этим категорически не соглашусь потому что я вообще не понимаю что значит достойно большего больше чего больших денег или больше популярности в советском союзе или где-нибудь там в англии группа вполне успешно гастролировала по европе по всему миру насчет америки я не помню что там было в амире наверное да наверное было все в порядке группа вообще группа изначально как вы знаете наверно уже называлась и сей когда ее организовали по моему в 1971 году как раз маленьком и и организовал с товарищами вот оригинальный состав этот брайан джонсон вик мальком том хилл и брайан гибсон так они и фигачили под названием и сей и очень правильно потому что музыка конечно ориентирована очень на музыку американскую на ритм и блюз на блюз на тяжелый американский рок тех времен и она конечно американизированная достаточно и с очень органичное название но джорди тоже ничего потому что налет провинциальности здесь присутствует в хорошем смысле этого слова ничего такого никого не хочу обидеть очень но это совету продюсеров да они перри переименовались по моему джорди ну и славно мне очень нравится первая пластинка их по воспоминаниям я помню что меня зацепила песня hope you like это очень свое время но это считается классическим произведением почему-то не знаю мне кажется она на уровне первого альбома вполне она это произведение находится ну про последнюю песню я упомянул little boy неожиданная совершенно прозрачная баллада с голосом брайан джонсона который поет без расщепления от человеческим голосом нормальным красиво тоже в сторону америке немножко эта штука уходит но очень красивая песня мне она очень нравится little boy а если прыгнуть на начало going down начало пластинки ломовая совершенно песня тоже такой в основе американский ритм и блюз но где-то глубоко очень зарыт но в принципе уходит в такой буги рок который правил группа назарет очень перекликается сильно по музыке этот самый going down с назаретом но ничего такого особенного этой песни нет как и в следующий house of the rising sun и вот эта версия она очень понравилась советским школьникам я помню что все считали что это просто блестящее исполнение на мой взгляд это провальное совершенно исполнение что и подтвердили продажи сингла песня вышла на сингле и продавалась очень плохо она не понравилась массовой массовой аудитории как английской так европейской так и американской это не сравнить конечно с исполнением с версией группы фриджит пинк который намного интереснее я уже не говорю про анимал с которой откровенно просто лучше ну просто просто прочитали песню так как надо так как она должна звучать бы была бы в те махровые болотные годы когда она была сочинена неизвестно кем и неизвестно по какому поводу я уже про я про эту песню говорил что в принципе house of the rising sun это скорее всего это название женской тюрьмы в америке вот и сочинила ее женщина кстати говоря скорее всего а это исполнение она настолько эстрадная здесь несмотря на крик джонсона как он хрипит орет кричит но орать кричать это не самое главное в руки в эстраде будь здоров орут и кричат и вот эта штука вот эта версия она мне напоминает пение григория лепса по большому счету я ничего плохого них не хочу сказать про григория лепса но вот подумайте сами как он кричит как он орет какое у него расщепление хриплые вот эти высокие ноты как бы рок да но это не рок это такая интересный интересный подход к эстрадной песни здесь абсолютно то же самое абсолютно то же самое никакого вот этого рокового драйва здесь нет здесь чисто эстрадное такое исполнение но хрипло крик кричит до высоко круто да но ну поэтому наверное зацепила советских школьников потому что мы уже все были у нас все у нас эстрада из каждого утюга тогда оралось ну собственно как и сейчас просто сейчас доступнее стала нормальная музыка тогда ее по практически не было и это такая самая лучшая версия эстрады было вот эта версия house of the rising sun ну и не даром она конечно не оправдала надежд на которые которые возлагали на нее продюсеры ну не оправдала не оправдала зато сова от следующий номер это классический ритм и блюз жесткий причем настолько он заметаллизирован в хорошем смысле этого слова ритм и блюз играет drawing stones да по-своему очень кайфовый я очень люблю как играет drawing stones а здесь такой почти heavy metal ритм и блюз такой же скач так так просто невероятно плотно и драйвово это намного интереснее чем house of the rising sun в данной версии на самом деле мне кажется на на сценарий мэн классический подход к написанию песен малькольма то есть постоянно менее меняющаяся динамика остановки смена темпа внутри сетки да потом возвращение обратно интересная песня как бы она основана на блюзе но такой вообще-то не совсем никакой не совсем блюз а какая-то медленная тяжелая песня такой дальний дать далекий-далекий привет ладзеппелин и на гитаре сыграно но не так как пейдж играет но тем не менее хорошо очень мне просто как гитарист малька мне очень близок и очень очень симпатичен очень интересная вещь а со слайдом как он работает вот в песнях там going down и сова там я не помню где-то там хороший номер очень слайдом и есть у него замечательно просто 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 восхитительно в стиле рок без ухода в классический блюз а один из великолепнейших роковых гитаристов мальком прекрасный темп фи тоу надо вспомнить там интересные очень вокальные штуки браина джонсона очень интересные какие-то тоже то есть решили как-то разукрасить простой такой роковый номер разукрасить неожиданными неожиданными вокальными фокусами иначе как фокуса это назвать не могу но очень интересно это так оживляет музыку и так так становится интересно слушать ее хотя казалось бы что там такого но когда вот эти штуки джонсона начинаются очень очень все кайфа гартину это это просто зверства это почти панк-рок почти панк-рок но панк-рок он все-таки эта музыка не блюзовая а здесь все тот же ритм и блюз в основе и бесконечное повторение в конце и прямо вот трясти телом что называется под эту музыку очень даже здорово очень хорошая пластинка до little boy я уже рассказал да look at me прогрессивный рок тоже здорово но после этой пластинки вик майкель ушел из группы что положило общем конец практически существование с момента что пластинки выходили еще из брайаном джонсоном выходила пластинка после чего и джонсон ушел из группы записал цельный альбом который абсолютно никому был не нужен не продавался а потом его подцепила группа и сиди си и это мне уже совсем не интересно потому что на мой взгляд при всей критике которые промелькнула в моих словах джорди нам для меня лично но на порядок интереснее чем и сиди си потому что это в это все-таки группа она интересная и можно слушать и сиди седьмой сиди сюда я очень рад за брайана джонсона что ему там удалось все таки заработать денег в группе сиди си честь ему и хвала за это мужчина должен зарабатывать и очень хорошо молодец но это лучше чем просто буду записывать провальные альбомы сидеть горевать по этому поводу а группа джоди вот эта пластинка хорошая это и первое тоже hope you like it вообще замечательная песня она одна стоит целого альбома ну вот все я пошел пить пока